Рельеф из Митреума на Палатинском холме в Риме таит в себе множество загадок. Это сцена Таврактонии, символ и главный сюжет мистерии бога Митры. Как во всяком религиозном произведении, здесь нет ничего случайного. Множество деталей перегружены смыслами, раскрыть которые в наше время практически невозможно. Зародившись примерно тогда же, когда и христианство, митраизм долгое время был одним из самых опасных соперников в будущей мировой религии. До нас дошли сотни храмов и барельефов по всей Римской империи, от Сирии до Британии, тысячи посвятительных надписей и артефактов, и при этом практически ни одного текста, ни одного изложения мифа, прекрасные изваяния остаются немыми свидетельствами таинственной религии. Одним из условий митраистской религии было соблюдение тайны посвящения. Многочисленные античные источники содержат лишь загадки и мимолетные упоминания, из них целостную картинку не соберешь. Кроме того, невозможно не заметить сходство в обрядах с зарождающимся христианством, сходство столь беспокоившее раннехристианских мыслителей и апологетов. Например, некоторые из них утверждали, что дьявол до появления церкви внушил митраистам обряды христианской литургии. Одежды священнослужителей, элементы евхаристии с причастием обладками, молитвенные строчки и последовательность обрядов. На протяжении нескольких веков церковным деятелям приходилось доказывать, что христианство не имеет никакого отношения к митраизму. Почему среди многочисленных мистериальных культов Римской империи именно культ Митры столь сильно беспокоил молодую христианскую церковь? Почему, в отличие от прочих мистерий и религий, на излете античности от мистерий Митры не сохранилось ни одного священного текста? Как связаны тайные обряды инициаций митраистов, золотой век европейского рыцарства и различные психоактивные вещества, о которых свидетельствуют данные археологии? И, наконец, что означают таинственные сцены на стенах пещер Митреумов? В этом мы сегодня попытаемся разобраться. Впрочем, история начинается задолго до рождения христианства и даже до основания Рима в далеких степях Центральной Азии в эпоху кочевников-индоевропейцев. Одним из древнейших индоевропейских богов был Митра, о котором сказано в гимне Овесты, что он владеет всей землей и взирает на все, что между небом и твердию. Достаточно рано индоевропейские народы стали по-разному называть своих божеств. Некоторые предпочитали именовать их Дева. Это слово происходит от индоевропейской основы, обозначающей Сиять. Предки будущих иранцев использовали слово Бага – податель, в первую очередь податель Благ. И, наконец, еще одно важное слово древнего лексикона – Асура – Господин. Повелители могут быть разными, добрыми и злыми, и на заре индоевропейской истории произошло разделение. Восточная ветвь, ушедшая затем в Индию, предпочитала именовать божества Дева. Тогда как повелители Хаоса получили титул Асуров. А западная, направившаяся на Ближний Восток, наоборот, выбрала Ахуров своими верховными божествами. При этом Митра изначально почитался как среди восточных, так и среди западных ветвей индоевропейцев. Оставим же персонажа Ригведы, индийского Митру, на востоке и проследим за путешествием его западной ипостаси. Подобно прочим великим божествам, Митра был богом абстрактного явления. Само его именорицательное происходит от слова, обозначающего договор и силу, хранящую любой союз, а в широком смысле хранящий мироздание. Именно он был ответственен за поддержание Аши или арты, истины. Смена дней и сезонов, исполнение своих обязанностей – это все Аша, истина, порядок, гарантом которого выступал Митра. Как говорит Овеста, Митра, не мигая, взирает на людей. Очень часто он ассоциировался с солнечным богом и с его земным проявлением, то есть огнем. Так и в Иране, и в Индии заветы и клятвы совершались без огня, который должен был отогнать неправду и стать гарантом исполнения завета, ведь заключить договор на древнеперсидском Митра-кар. Например, первое точно датируемое упоминание этого бога касается как раз завета. В 14 веке до н.э. царь Митане Шаттиваза клянется именем этого бога, призывая хетов вернуть его на царство. Мечи и стрелы тех, кто нарушит договор, теряют всякую силу. Впрочем, главный договор, гарантом которого выступал Митра, договор между людьми и богами. В первую очередь он хранитель праведности. Потому он грозный воитель, разгоняющий грешников и нарушителей договора на свою колеснице, запряженная в ней белой лошади, не отбрасывает тени. Он Митра-тысячиоки, глядящий на мир глазами-звездами. Он поражает нечиститься, стрелами и палецами. Неподкупный небесный судья, которого невозможно обмануть и от наказания которого нельзя спастись. Огонь Митры – огонь очищающий. В глубокой древности авистийский герой Сия-Варшин, желая доказать свою невиновность, проскакал между двумя разожженными до неба кострами на лошади. Лишь пройдя огненным испытанием, показал, что чист. Ведь его пропустила стихия самого справедливого бога. Испытания это мы множество раз будем встречать на просторах Великой Степи в разные эпохи. С другой стороны, спустя века зарастрийцы будут считать, что подобный герой Сия-Варшин очистится и весь мир. В конце времен мироздание сгорит в пламени мирового огня и расплавленного металла. Спастись сумеют лишь праведных. Другой древней иранской клятвой было проглотить кусок серы или каменного огня, как называли ее древние персы. Считалось, что если человек сказал неправду, огонь вырвется из камня и выжжет его изнутри. Древнеперсидского Митру считалось сопровождал целый пантеон воинственных божеств. Небесный вепрь Вартрагнен, бог победы, столь часто встречающийся на произведениях персидского искусства, Рашник, помощник судей, и Атар, воплощение космического огня. Аша истинно ведет под усциканье в его упряжке. В Старшей Овесте, в самых старых разделах священной книги Зароастризма, упоминаний о Митре нет. Слишком уж воинственным был он для Заратуштры. Древний бог, требовавший кровавых жертвоприношений и всевозможных испытаний, покровительствовавший царской власти, был чушь новой религии. Впрочем, после смерти пророка, старые индоиранские божества возвращаются в Зароастрийский пантеон. И вот уже в Младшей Овесте Ахура Мазда заявляет, что Митра столь же достоин поклонения и почитания, как и верховный бог. Именно там за древним богом закрепляется устойчивое наименование, тот, чьи пастбища просторны. Шестой век до нашей эры. Царь царей Куруш II, или Кир Великий, становится архитектором новой империи, пожалуй, первого в истории глобального государства, империи Ахименидов. За короткое время Персидская империя занимает огромные территории, раскинувшись от берегов Инда до Балкана. В новую эпоху Митра стал покровителем государственности как таковой, ведь государство в сознании древних иранцев – олицетворение космического порядка. Интересной особенностью древнеперсидской религии было то, что изображения богов, равно как и храмы, посвященные им, встречались довольно редко. Сообщения древнегреческих источников тут замечательно подтверждаются археологией. Божества – абстрактное явление, чувства, мысли, стихии, которые постоянно подвижны и всеохватны. Их можно изобразить при помощи символа или записанного имени, но запечатлеть в виде статуи или картины невозможно. Поэтому так редко во дворцах ахименидских царей и сатрапов встречаются изображения богов, и среди них нет ни одного указывающего на Митру. Этот бог пользуется особым почетом в западных сатрапиях огромной империи, в Малой Азии, заполненной иранскими колонистами. Им клянутся мятежные сатрапы, договариваясь о союзе с враждебными царю царей афинянами, ему приносятся жертвы в храмах Троады и на берегу Эгейского моря. Пока верховные царей ахименидов лишь изредка упоминают Митру в числе прочих почитаемых богов, на западе империи, на Кавказе и в Малой Азии, это божество становится одним из главнейших в пантеоне многочисленных выходцев из Персии и Мидии. Видимо, здесь, на крайнем западе иранского мира, познакомившись с греческой цивилизацией, персидские переселенцы делают первые шаги навстречу религиозному синкретизму. Бог-лучник, покровитель договоров, границ, порядка и дружбы, начинает ассоциироваться с Аполлоном. Вместе с сатрапами, войсками и переселенцами в Малую Азию попадают маги или магуш по-древнеперсидски, наследственные жрецы северо-иранских племен, вероятно, носители верований, которые столь горячо осуждал Заратуштро. Именно благодаря встрече с ними греческая цивилизация ознакомится с таинственными учениями Ирана. Практически каждый знаменитый философ-десократик мог похвастаться наставником магов. Мудрость Аполлона, граничащая с безумием, так представлялось грекам знание магов-почитателей мира. Благодаря этой встрече в европейские языки попадает слово «магия» – искусство изменения мира, основанное на разгадывании его тайного языка. Обращаясь к грекам, начиная с правления Кирой, вплоть до последних дней персидского владычества, персы пользовались посредничеством оракулов Аполлона. Видимо, именно Аполлон, связанный цепочкой ассоциаций с Митрой, пользовался наибольшим почтением у пришельцев с Востока. О печальной судьбе потомственных прорицателей бронхидов уже есть рассказ на канале. Поход Александра на Восток уничтожает Ахименицкую державу, но многочисленные колонисты и военные поселенцы династий сатрапов и жрецов остаются. Многие из них образуют независимые диадохи в государстве, о которых еще предстоит рассказ. Одним из них, наиболее влиятельным в Малой Азии, было Понтийское царство, главный враг Рима в Восточном Средиземноморье. Сохраняя традицию наименования с доалександровых времен и возводя свою генеалогию к малазиатским сатрапам, семь царей Понтийской династии носили имя Митридат, данные Митрой. Некоторые из них напрямую подчеркивали свою связь с этим божеством. Например, Митридат Евпатор, взобравшись на крышу храма Артемиды Феска и знаменитого Чуда Древнего Мира, выстрелил из лука вдаль, постановив, что земля храма окончится там, где упадет стрела. В этом поступке Понтийский царь совместил образ Митры Покровителя Границ и Митры Лучника. Безусловно, изолированные от иранских земель жители Понтийского царства на протяжении поколений хранили древние традиции восточных огнепоклонников. Так, в Малой Азии родилась особая западноиранская цивилизация, впитавшая множество греческих и местных анатолийских особенностей, но сохранившая трепетный образ древней мудрости, родина которой на Востоке. Вероятно, именно эта ностальгическая тоска по утраченным иранским землям лежит в основе образа загадочного Востока, родине знаний, утраченных на Западе. К первому веку нашей эры римские путешественники все еще встречали персидских жрецов в горах Малой Азии, читавших нараспев молитвы на непонятном языке. Жрецы уже были полностью грекоязычными. Они уже давно забыли значение слов древних мантр, но были уверены, что в передаваемых из поколения в поколение напевах хранятся разгадки всех тайных астазий. Так на землях Анатолий встретилась греческая любовь к экзотике и персидская тоска по былому величию Ахименицкой империи. Результатом этой встречи было появление огромного количества апокрифов, пространных трактатов, в которых греко-римские мыслители пытались разгадать исконную мудрость Востока. Стоит ли говорить, что большинство их догадок не имеет ничего общего с тем, что говорил Заратустра? Наконец, именно здесь, по мнению философа-неоплатоника Порфирия, пророк Зараастр обустроил пещеру, воспроизводящую точную модель мироздания. Именно по образцу этой мифической пещеры адепты различных мистериальных культов возводили собственное святилище. Чтобы увидеть одну из первых пещер, в которых совершались митроистские мистерии, необходимо отправиться на восток Анатолии, в Камагену. Спуск вниз – победа над человеческой природой для адептов культа Митры и последователей анатолийской религии. Эта пещера – символ обновления. Пещера почиталась задолго до того, как здесь появились персы, римляне, до того, как возникли первые метриумы. Ее, истоки ее культа восходят к первым анатолийским религиям. И вот здесь, в самой утробе Камагенских гор, рождался причудливый мистический синкретический культ, который отразился как в монументальных сооружениях Немрудага, так и в объединяющих римских легионеров мистериях метроизма. Проходя через мрак пещеры, желающие приобщиться к тайнам сталкивались с загадочными символами, ждавшими их внизу. Здесь царил абсолютный мрак, рождавший абсолютный свет. При помощи особо устроенных светильников метроистские священники подсвечивали извояния Бога и символы перерождения, выхватывая из тьмы именно то, что должен был увидеть посвящаемый. Полные опасности испытаний и спуск – наглядная метафора смерти, пройдя через которую адепт обретал новую жизнь, подкрепленную знанием сокровенных тайн устройства мироздания. Вероятно, здесь иранские верования встретились с религиями древней Анатолии. Очень часто, особенно здесь, в Малой Азии, Митра ассоциировался с другим древневосточным богом – Аттисом – богом плодородия, гор и иступленности. Согласно распространенному мифу, Аттис сошел с ума и оскопил себя, отчего и умер. Сюжет столь частый в хетской и хурийской традициях, древний, как сами горы Тавра. После смерти бога Зевс подарил ему вечное существование, но не вечную жизнь. Аттис был погружен в сон. Аттис – символ бесконечной плодовитости природных сил и смены времен года, символ космического времени. Поклонявшиеся Аттису жрецы, подражая своему божеству, кастрировали себя острыми черепками или камнями, принимали участие в безумных церемониях. В день траура по умирающему богу они раздирали на себя одежды, секли себя до крови и иступленные ноги бегали по улицам города. Вероятно, в столь экстравагантном поведении виноват особый напиток – обязательный элемент всех мистериальных культов, которые греки называли кикионом. Присяга, посвященных в таинство Аттиса, звучит так – «я постился и пил кикион». Упоминание об этом напитке мы встречаем, например, в Илиаде Гомера, где кикион – это абсолютно невинное питье из вина, ячменя и сыра. Впрочем, в определенный период кикион стал использоваться как энтеогенный напиток – один из ценнейших даров Аполлона, по мнению древнегреков. Это был энтузиазм в его изначальном смысле. Бог как бы входил в тело человека и использовал его как инструмент для прорицаний. В некоторых обрядах для этого необходимо было использовать особые вещества, рецепт которых сохранялся в страшном секрете, ведь дар безумия – непосильная ноша для человеческих плеч. Например, персонаж сократических диалогов Алкивиад в 415 году до н.э. попал под суд за то, что тайно вынес из Элевсина место знаменитых мистерий кувшин с кикионом и распивал его в компании друзей у себя дома – неслыханное святотанство. Современные археологи обнаружили остатки кикиона в некоторых сосудах и на зубах, посвященных в элевсинские мистерии, равно как и в мистерии анатолийских богов, и выяснили, что кикион, видимо, действительно обладал психоделическим эффектом. Исследователи пришли к выводу, что в сочетании с рядом других психоактивных веществ эффект кикиона мог быть сопоставимым с эффектом ЛСД. Неожиданное наступление эффекта вызывало переживание смерти и воскресения наяву. Помимо кикиона, еще один элемент подземных таинств, особенно уже в митроистской религии и мистериях Аттиса – это грибы. Фаллический символ, столь важный для адептов кастрированного бога, произрастающий из скалы – это символ иного мира, хтонической силы, сокрытой во мраке пещер. Соприкосновение с иным миром давало адептам мистериальных культов уверенность в сопричастности к достоверному знанию собственной природы и уготованной участи в загробном мире. Именно уверенности и знания не хватало в эпоху грандиозных перемен, в результате которых рождались новые мировые империи в полдень античности. В первом веке н.э. ритуал кастрации часто заменялся товраболией, приношением жертвы быка, омывшийся в крови жертвенного животного последователь культа считался рожденным вновь. Вероятно, именно после встречи с культом Аттиса в митроизм попадают сцены сражения с быков. Время кастрации Изменитых стел комогены Антиох Теос Антиох божественный В персидском облачении Встречает Геракла Это триумфальное изображение на выходе из подземного святилища не случайно. Это символ победы и сопричастности божественной природе. Это символ возвращения из царства смерти. Перед спуском в Тартар Геракл был посвящен в элевсинские мистерии. Видимо, тяготеющий к синкретизму Антиох Комагенский подчеркивал близость мистериального культа Анатолии к самому известному обряду таинств античного мира. Постепенно Анатолия входила в сферу римского влияния. Своей популярностью на западе римской державы метроизм, равно как и прочие культы восточных богов, обязан вот этому человеку, гнею Помпею Великому. Именно он сокрушил Понтийское царство в Третьей Митридатовой войне, переселив многих пленных, поданных Митридата VI на запад, и он же вступил в схватку с верными союзниками поверженного царя, киликийскими пиратами. Киликия – узкая полоска суши, зажатая с севера горами Тавра, а с юга – Средиземным морем. Некогда непокорная сатрапия химницкой державы, после ослабления великих царств селевкидов и птолемеев, Киликия сделалась пристанищем пиратов, разбойников и наемников. Огромный пиратский флот почти в тысячу судов грабил прибрежные города по всему Средиземноморью, а хорошо защищенная горная крепость делали базы киликийцев практически неприступными. Античные источники сообщают, что пираты не испытывали никакого благоговения перед греческими вагами, храмы олимпийцев сделались жертвами их бесчисленных набег. Единственным же божеством, которому поклонялись киликийцы, был Митра. Сюда, к склонам горы Химера в Киликии, где на поверхность выходит горящий газ, пираты приносили дары и, видимо, участвовали в мистериях Митры. Кроме того, в Киликии располагался крупный торговый город Тарс, ставший родиной для одной из философских школ стоиков. Скорее всего, именно стоикам Тарса мы обязаны интеллектуальные составляющие митраистских культов. Для наемников, воинов и торговцев эти мистерии гарантировали удачу в этой жизни. Для искушенных эллинистических интеллектуалов же митраизм предлагал сложную систему, объясняющую устройство мироздания. Лишь военный талант и основательность замысла помогла Помпею уничтожить пиратскую угрозу. Разделив все Средиземное море на квадраты, римский флот методично уничтожил все базы, все флотилии и все горные крепости одну за другой. Пленных киликийцев Помпей поселил в Элладе и Италии, и по единодушному согласию античных авторов, именно они стали родоначальниками митраизма на западе. При этом в Ахайе митраизм, похоже, не прижился. Митреумы были обнаружены лишь в крупных портовых городах, где часто бывали иностранцы, и размещались римские гарнизоны, например, в Аргосе, Афинах, Патрах и Элифсине. Совершенно иная ситуация сложилась в Италии и западном Средиземноморье, где буквально за несколько десятилетий мистерии митры стали одним из главных культов среди римских граждан. Но именно в Греции, уже на многослойный образ митры, наслаивается еще одна ассоциация. Он начинает соотноситься с древним богом охоты и плодорогия, почитавшимся, видимо, неиндоевропейскими народами задолго до прихода Дорицы. Это Орион, великан-охотник. Ниф рассказывает о его странном рождении. Однажды, когда у бездетного сына Посейдона Гириэя гостили боги, он пожаловался олимпийцам на то, что у него нет детей. Тогда боги потребовали шкуру жертвенного животного, наполнили ее мочой и закопали в землю. Через девять месяцев из земли родился Орион. В честь этого странного явления, как утверждает Гигин, отец назвал его Урионом, но людская молва изменила это имя и стали его именовать Орион. Происхождение из хтонического мира подземелья, из земли или скалы, объединяет Ориона и Митру. Множество посвящений Митре описывает его как скала рожденного, а многочисленное однотипное изваяние из Митреумов демонстрирует сцену рождения бога из скалы, одно из ключевых событий метроистской священной истории. Это чудесное рождение должно было подчеркнуть связь с подземными силами юного бога. Оба персонажа связаны с солнечным богом и востоком. Ослепленный после похищения и изнасилования Миропы Орион отправляется на восток, где солнечный бог возвращает ему зрение. Сцена встречи Митры и Солнца – одна из ключевых в метроистских рельефах. Именно в обретении зрения заключается центральный посыл таинств. Посредством посвящения обрести истинное видение и понимание сути вещей. Прежде чем мы перейдем непосредственно к рассмотрению таинств Митры, необходимо ответить на вопрос, является ли бог, пришедший на земли Рима, тем же, что и в древнем Иране, или это другое божество? В эпоху киликийских пиратов и расширения Римской республики на восток культ Митры вновь вернул свою былую славу в Иране. Некоторые парфянские цари, по крайней мере позднейшей эпохи, перед коронацией удалялись в пещеру, повторяя мистерии Митры. Он часто встречается в зароастрийской и восточноиранской иконографии, как хранитель праведности и покровитель царской власти. Но ничего о таинствах или своеобразных обрядах митраизма мы не слышим. Видимо, где-то в Киликии родилось новое божество, позаимствовавшее от великого бога персидского пантеона имя и ряд характерных черт. В дальнейшем мы оставим иранского Митру в его зароастрийской среде, это повод для отдельной беседы, и проследим за его путешествием к западным рубежам Римской империи. Египетский жрец в диалоге Платона презрительно бросает греческому собеседнику. «Вы, греки, вечно останетесь детьми и не бывайте Элену старцем, ведь нет у вас учения, которое посидело бы от времени». Действительно, относительная молодость греческой цивилизации по сравнению с Древним Востоком очень остро ощущалась в эпоху заката эллинизма. Поэтому так важно было легитимировать свое учение, прикрывшись мудростью Древнего Востока. Об этом мы говорили раньше, разбирая религию Хорана. После триумфа Помпея, когда молодое римское государство приросло необъятными восточными землями, по всему Средиземноморию начинают гулять многочисленные трактаты, приписываемые магу Астану, Зараастру или же коллегии жрецов Митры. За редким исключением, эти книги похожи друг на друга. Они лишь пересказывают античные мифы на новый лад, придавая им налет восточной экзотике. Апелляция к древности становилась гарантом истинности. Поэтому так охотно составители подобных трактатов упоминали восточных мудрецов. Кроме того, адепты иранских, сирийских, анатолийских и египетских культов пользовались модой на восточную экзотику. Прикрываясь авторитетом немыслимой древности, они завезли в Афин и Рим и магические практики, столь чуждые человеку классической античности. Примечательно, что так называемая халдейская астрология, столь популярная в первом веке в Риме, не имела ничего общего с Месопотамией. Все от названия созвездий до иллюстрации было лишь греко-римскими суевериями в цветастой восточной обложке. Безусловно, в Анатолии оставались персидские жрецы, хранившие настоящую древнюю религию Ирана. Вероятно даже, что они раньше иранских единоверцев записали древнюю Авесту, скорее всего греческим письмом. Но их голос навсегда заглушен огромным количеством греко-римских подражаний мудрости Зороастра. В отличие от философии, равно как и мудрости Зороастризма, псевдовосточные трактаты носили исключительно практический характер. Они сулили не осмысление мира, не шлифовку ума и совершенствование собственной природы, а сиюминутную выгоду. Так мир представлялся адептами мистерий, как отлаженная машина, сказывались успехи механиков Александрии, благодаря которым хитровым на механизмы, сделали с достоянием общественности. Звезды и планеты оказывались связанными с их проявлениями на Земле, камнями, растениями, частями тела, целыми городами и народами. Мнимые халдии утверждали, что, зная особой хитрости, человек мог пользоваться каналами этой космической связи, обращаясь к мертвым, к духам, к богам, к различным космическим силам. Наступила эпоха триумфа маленького человека. У Апулея, например, даже Гелиос слушается приказом фессалийской ведьмы. Первый Митриум, храм Митры в его классическом виде, появился в Остие, Порту Рима, в первом веке н.э. Вероятно, первые митроисты прибыли в Вечный Город тогда же, когда и христиане. С самого начала они вынуждены были конкурировать под сенью имперского величия. Митроисты, подобно прочим мистериальным культам, предлагали своего рода контракт со своим божеством. Соблюдение ритуалов, сохранение тайны гарантировало успех в этой жизни и воскресение в будущий. При этом другие боги не отрицались. Известно огромное количество посвящений митроистов другим богам. Если Митро переставал исполнять просьбы, адепт мог переметнуться к другому, более расположенному к мольбам своих прихожан божеству. Новый культ распространяется достаточно быстро. Уже к концу первого века солдаты и чиновники из Италии, в первую очередь римляне, несут веру в бога-воителя с собой к самым пределам империи. Митриумы возникают близ таможенных постов и крепостей, и особенно часто они встречаются вдоль северной границы империи, в Германии и на берегах Дуная. Олицетворение власти и порядка Митро сделался богом римских легионеров, когда целые отряды оказались сплоченными благодаря тайне мистерий и тем ощущениям умирания и воскресения во время ритуалов в Митриумах, вызванными принятием Кикиона. Такую популярность Митрия обеспечила его связь с охотником Орионом. Орион Митро был олицетворением силы и ловкости. Небесный великан Орион покровительствовал охоте, одному из главных воинских упражнений империи. Классическое изображение Ориона римской эпохи подчеркивает его принадлежность к воинскому сословию. Он подпоясан мечом Гладиусом, носит офицерскую перевеси и является воплощением мужественности виртусу. Орион поставлен полководцем среди звезд. Согласно популярному астрологическому мифу, ярко вспыхивающие звезды меча в созвездии Ориона предвещали войну. Родившиеся под знаком Ориона, по мнению римских прорицателей, были обречены на военную службу и успех в воинской карьере. Они перенимали качество небесного охотника. Сохранилось римское посвящение Ориону из пригорода Дамаска. Один из римских легионеров в первом веке жертвует это извоение тельца своему небесному покровителю. Очевидно, что в последующей эпохе образы двух мифических персонажей окончательно слились в воде. Помимо воинских союзов, почитавших Митру, был еще один обширный класс адептов этого культа, провинциальные чиновники и рабы. Ведь, согласно Манилью, это божество делает души своих прихожан умными, тела быстрыми, помогая исполнять свой долг, а сердца разрешать все трудности с быстротой и неутовимой энергией. Быстроногий охотник Орион и соотносившийся с ним Митра – самое быстрое созвездие, ведь Экватор – самый короткий путь по небу. Один из титулов Митры – бог середины, разделяющий человеческое и божественное – жизнь, смерть, гармонию, хаос, и, наконец, делящий небосвод пополам линии Экватора. Поэтому это божество дает силы и возможности совершать короткий путь, быстро исполнять возложенные обязанности кратчайшим способом. Концентрация Митреумов, храмов или, вероятнее всего, мест, где посвящали в таинство воинственного бога, безусловно, связана с местами дислокации легионов. Особенно велика их численность вдоль Рейнско-Дунайской границы. На огромном пространстве от Сирии до Британии, подобно стандартным воинским бургерям, сотни Митреумов мало чем отличались друг от друга. Это были не храмы в полном смысле слова, скорее небольшое помещение, рассчитанное на несколько десятков человек, собиравшихся для священной трапезы и посвящения в культ. Скромные размеры Митреумов долгое время сбивали с толку исследователей. Столь распространенный культ, сотни посвящений и при этом крошечные тайные комнаты, в которых физически не могли уместиться все адепты этого культа. Недавние археологические раскопки в Бельгии и Германии помогли по-новому взглянуть на организацию метроистского культа. Известны места собрания единоверцев и пиры, которые они устраивали на несколько тысяч человек. Все повседневные церемонии совершались за пределами Митреумов. В них же происходило самое важное – посвящение. Философ-неоплатоник Порфирий говорит о пещере Нимфа, о которой мы уже беседовали на канале. Митреум, называемый еще спелло – пещера, был моделью действующей вселенной, каждый элемент которой призван был объяснить устройство мироздания. Центральная сцена загораживалась от адептов завеса, и в ключевой момент таинства завеса спадала, и их глазам открывалась таврактония – убиение быка. Застыв в неестественной позе, отворачиваясь от поверженного быка, Митра вонзает кинжал в его шею – один из самых наглядных свидетельств, что метроизм очень далеко ушел от иранских религий. Бык в зароастризме и в древнейших индоевропейских традициях считался священным, а убийство его – страшным грехом, и особо не простителен он богу справедливости. Что же зашифровано в этой сцене? Почему и предавали столь важное значение? Каждая деталь таврактонии наделена особым смыслом – почти все они повторяются в бесчисленном множестве копий по всей Римской империи. Из раны поверженного быка сыплется зерно, или же его хвост становится пшеничным колосом. Ворон, будто бы обращенный к Митре, спешит к нему с некой вестью, а собака и змея стремятся припасть к ране умирающего быка. Наконец, на некоторых фресках и рельефах сохранился цвет – плащ Митра изнутри украшен звездами, символизируя покрывало небесного свода. По быкам стоят вечные спутники Митры – Кауто и Кауто-Пат с факелами – это его земные двойники. Вся присутствующая здесь фигура – это символы созвездий, и все они расположены вдоль небесного экватора. Здесь важно вспомнить, что греко-римская астрономия придерживалась геоцентрической модели, согласно которой звезды и планеты вращаются вокруг неподвижной Земли. Весь мир – это сфера, подобная куполу пещеры, на стенах которой находятся звезды. Космическая сфера увлекает за собой Солнце, оно совершает оборот вокруг Земли и так происходит смена дня и ночи. По мнению античных астрономов, Солнце описывало за год большой круг вокруг Земли, проходя через различные созвездия. Так определялся круг Зодиака из 12 созвездий. Кроме того, по сфере звезд проходил экватор, деливший ее пополам. Подобно тому, как земной экватор определяется как линия, проходящая вокруг Земли на равном расстоянии от северного и южного полюсов, так и небесный экватор понимался как линия вокруг сферы звезд, равноудаленная от полюсов сферы. Круг небесного экватора считался особенно важным из-за двух точек, где он пересекает круг Зодиака, ибо эти две точки являются точками равноденствия, то есть места, где Солнце в своем движении по Зодиаку оказывается в первый день весны и в первый день осени. Символами весеннего и осеннего равноденствия были Кауту и Каутопад – факелоносцы Митры. Вместе с ними Митра образовывал Троицу Митроизма, один из символов религии и мистерий. Таким образом, небесный экватор отвечал за определение времен года и, следовательно, имел весьма конкретное значение в дополнение к своему абстрактному астрономическому. Таким образом, небесное устройство представлялось греко-римским мистиком в виде буквы Х, где небесный экватор пересекал Зодиак. Например, Платон в теме утверждает, что именно так, в виде креста, организована материя в космосе. Авторитет Платона в эпоху поздней античности был непререкаем. Поэтому именно крест становится символом астрологических культов. Он очень часто встречается на изображениях античного искусства, символизируя сферу звезд или мироздания в целом. На некоторых метроистских рельефах, например, видно, что ключевым элементом священной трапезы посвященных был хлеб, украшенный крестом. Кроме того, движение звезд отмеряло время, которое виделось главным врагом вечности – причиной изменений, конечностей и смерти в подлунном мире. На этом метроистском рельефе львиноголовый бог Эон, то есть Век или Зурван на персидский манер, стоит на сфере, опоясанный крестом – символ триумфа времени в подлунном мире. Нельзя утверждать, что христианство позаимствовало символ креста из метроизма. Обе религии находились в одном символическом пространстве, и обозначение мироздания в виде креста – это один из общих образов поздней античности. Безусловно, в позднейшей эпохе общность символического инструментария не могла не злить христианских апологетов. Кроме того, еще одной важной символической деталью движения небесных тел является так называемая процессия равноденствий – место, где экватор пересекает зодиак, очень медленно меняется. Чтобы пройти через одно зодиакальное созвездие, экватору требуется 2160 лет. Например, сейчас весеннее равноденствие находится в созвездии рыб. В греко-римскую эпоху солнцестояния находились в созвездии льва и водолея. Этим объясняются столь навязчиво размещаемые на сценах таврактонии лев и чаша. На процессии равноденствия было известно не всегда. Видимо, рассчитанная в среде вавилонских астрономов, она оставалась неизвестной на западе, вплоть до середины II века до н.э., когда никейский астроном Гепарх открыл ее вновь. Это сегодня мы знаем, что в процессе равноденствия вызвано колебание вращения Земли вокруг своей оси, но для Гепарха Земля была неподвижна. Поэтому астроном был уверен, что он открыл гораздо более грандиозную вещь – движение всей Вселенной, подчиняющейся исчисляемым законам, или же чьей-то воле. В эпоху предыдущую Римской весеннее равноденствие приходилось на созвездие Тельца, переместившись к моменту открытия Гепарха в созвездие Овна. Смерть быка – смерть старой эпохи, из которой, подобно колоссеем из рана быка, рождается новая эра и новая жизнь, следующая за весенним равноденствием. Таким образом, убийство Тельца в сцене таврактонии – это явление космической силы, которая может сдвинуть все мироздание, и воплощением этой силы считался Митра. Кроме того, это конец эпохи Тельца и начало новой эры Овна. В некоторых сценах, призванных дополнительно разъяснить адептам величие их бога, Митра держит на плечах, подобно Атланту, небесную сферу, или же вращает круг Зодиака. Чтобы подчеркнуть связь Митры с астральными культами, некоторые граффити в святилищах намеренно искажают его имя, называя его Мейтрос. Столь распространенная вместе с астрологией на излете античности нумерология полагала, что каждая буква обладает своим цифровым значением, поэтому все имена и титулы не случайны. Мейтрос – это зашифрованная цифра 365 – количество дней в году и символическое обозначение времени как такового. В последние века античности было распространено убеждение, что души праведников обитают в сфере неподвижных звезд. Видимо, эта вера вместе с прочими мистериями пришла в греко-римский мир из Сирии и Леванта. Путешествие души праведника к высшим сферам космоса шло по лестнице душ, в личному пути, и представлялось невероятно опасным. В нем необходимо было заступничество. К кому же за ним обращаться, как не к Богу, вращающему все мироздание и повелевающему сменой эпохи? Как же происходило это обращение? В чем, собственно, заключались сами мистерии? Известно, что для посвящения необходимо было штудировать основное положение метроизма, изучать его описания, от которых до нас дошли лишь утратившие всякий смысл фрагменты отдельных фраз. Затем кандидата связывали, ему закрывали глаза повязкой и заставляли проходить некие испытания, прыгать через яму и сражаться с невидимым противником. Скорее всего, это были механические устройства. Один из источников возмущается, что, играя в метроизские таинства, император Комат на самом деле убил человека. Перед лицом у посвящаемого размахивали мечом. Отец глава ордена произносил пугающие его декламации. Затем к посвящаемому подходил тот, кого называли освободителем и развязывал его путы. Вышедший из посвящения считался пребывающим в вечном возрождении. На лоб или запястье ему ставилась метка, вероятно, татуировка. Для предотвращения дезертирства многим римским легионерам набивались аналогичные татуировки, вероятно, во время посвящения им лишь указывали на нее. Так прошедший посвящение становился братом. Выше рядового послушника находились семь ступеней посвящения, зашифрованные символы которых сохранились на мозаиках в некоторых из метреумов. Первой ступенью была ступень ворона или каракса. Сохранились изображения их, носящих маски и прислуживающих на перах вышестоящим мистикам. Каракс ассоциировался с тем самым вороном в сцене Таврактонии. Посвятительная мантра сохранилась в метреуме Востии, блаженный ворон под покровительством Меркурия. Речь, видимо, идет о планете. Это первый урок и первое послушание, урок смирения. При этом в метреумской общине, нередко представлявший одно военное подразделение, часто вороны-командиры прислуживали рядовым легионерам, занимавшим почетное звание старших адептов. Подобная перевернутая социальная иерархия лишний раз демонстрировала всесильность бога Митры. Заставить старшее звание подчиняться младшим мог лишь бог, вращающий в селе. Символами его посвящения были ворон, чаша и кадуцей . Меркурий был вестником богов, а ворон – вестником Таврактонии. Это был ворон, принесший Митре послание бога солнца. Помимо того, Меркурий – психопомп, проведник душ в царство Аида, и ступень ворона означала начало восхождения к бессмертию. В одной из посвятительных надписей прославлялся ворон «падальщик мыслей». Подразумевалось, что все тайны и мистерии не раскрывались посвященным на этом этапе. Им приходилось довольствоваться лишь мертвым грузом догматики и послушания. Посвященный ворон был все еще подвержен смерти и еще не полностью искуплен. Примечательно, что этот символизм сохранился, например, в средневековой алхимии. Символ ворона обозначал первоначальную руду, которую нужно было очистить, чтобы использовать. Следующая ступень – это жених – нимфус, или Крифиос, скрытый, носивший покрывало и скрывавший свое лицо под маской. Задача жениха состояла в том, чтобы раскрывать внутренние тайны. Он должен был направить свой взор на внутренний мир, мир обычно спрятанный за завесой. Одним из символов посвящения была лампа – жених-податель света, которому раскрываются тайны мироздания. Еще одним символом этой ступени было зеркало – символ взгляда внутрь себя. Именно там находился путь к спасению. Следующая ступень – это Милес, или Воин. Обозначал переход к активным действиям в борьбе со злом. Символами этой ступени посвящения были походный ранец, шлем, копье, пояс и нагрудь. Безусловно, эта ступень метроистов посвящала себя войне с армиями зла, как физическими, так и духовными. И главным качеством адаптов мистерии на этом этапе была жертвенность. Посвящающемуся вручали венок, считавшийся наградой за доблестную службу. Кандидат, однако, должен был оттолкнуть венок, возложенный на его чело, говоря, что только Митра был его венком. В качестве знака посвящения жрец наносил символ креста на чело воина. Такой крест сохранился, например, на саркофаге Гастилиана, сына императора Децева. Безусловно, эта ступень ассоциировалась с псами на рельефах Таврактонии или созвездиям малых псов. Здесь, несомненно, сыграл свою роль и символизм платоновских диалогов. Стражи государства уподавляются псам, стерегущим разум. Кроме того, метроисты в посвятительных надписях называли себя воинством небесного царя, один из устойчивых эпитетов, который затем перекочует в средневековый воинский союз с Западной Европы, а оттуда в эпоху царства. Поднимаясь выше, мы встретимся с непосредственными участниками таинств, теми, кто возлежал на ложах по бокам метриома во время церемоний и участвовал в головнейшем ритуале – священной трапезе. Это львы. Их символами была лопатка для углей, систр – трещотка и молния Юпитера. Во время таинств львы омывали свои руки медом, распространенный символизм, о котором, например, намекает Порфирий в пещере нимф. Пчелы – это человеческие души, и то, что они приносят в пещеру, их чувства, переживания и опыт шло на умощение руков. Кроме того, безусловно, в этом медовом ритуале крылась отсылка к нектару – пище богов, ведь посвященные этого уровня уже не считали себя принадлежащими подлунному миру. Их плоть сгорела в огне мистерий, и они оказались сопричастны божественным тайнам. До нас дошли отрывки молитвы метроистских львов – «Мы предлагаем через тебя благовоние, через тебя мы сами сгораем», т.е. лев поглощен силами, которые он высвободил. В метроистских посвящениях фигурирует образ Фаэтона, сына Гелиуса, разбившегося на огненной колеснице своего отца. Последний великий поэт античности, Нон Панаполитанский, отождествляет Фаэтона с Митрой и адептами его мистерий. Сгорающий Фаэтон – это символ предельного озарения, в котором сгорает неподготовленный ум. Самой философски сложной ступенью была следующая, пятая ступень посвящения – Перс. Мистерии в честь этого уровня посвящения именовались персидскими. Достигшие пятой ступени, видимо, отвечали за проповеди и чтение заклинаний, подобно древним зороастрийским жрецам. Им был явлен божественный или магический язык, состоявший из набора бессмысленных фраз, звуков и заимствований других языков. Действительно, в заклинаниях митраистских жрецов сохранились некоторые персидские слова, но очевидно, что для адептов мистерии они были лишь загадочным набором звуков. В Египте сохранился редкий папирус, содержащий инструкцию для митраистских жрецов о том, как проводить моления. Первая молитва описывает медитативное погружение в сущность четырех элементов – огня, воды, земли и воздуха. Посвящаемый, подобно орлу оставляет землю далеко под самую, он должен сделать три вдоха как можно глубже, и тогда он вдохнет божественный дух и почувствует себя вознесенным в воздух. Он оставит свою земную материю и поднимется к планетарным сферам, чтобы увидеть бессмертный источник всего. Конечным результатом медитативных упражнений является то, что душа становится душой-звездой. «Я – звезда», повторяет и восклицает митраист. После дальнейших молитв инициируемый наконец изерцать нисходящего юного бога, одетого в белую туннику – это и есть высшая форма богов материального мира. Общение с ним и поклонение ему происходит при помощи так называемых «мистических гласных» – цепочек из одинаковых гласных букв, которые в сумме давали зашифрованное число. Гласные были объеделены таким образом, что не образовывали известного слова и не давали непосредственного смысла. Чтобы они были эффективными, их нужно было произносить в определенной последовательности. Планеты, семь бессмертных богов, призывались в таком состоянии экстаза и приравнивались к семигласным греческого алфавита, хотя общепризнанной связи между отдельными планетами и звуками не существовало. В сочетании со световыми эффектами и повторяющимся чередованием читаемых молитв, яростных шумов и полной тишины, под действием Кикиона, они вызывали особое состояние ума. Кроме того, известно, что молитвы чередовались с внезапным молчанием, свистом, щелканием языка или протяжным ревом, о котором насмешливо пишут христианские авторы. Митроисты, где кричат как птицы и ревут как львы. И, вероятно, эти упражнения также были практикой дыхательной медитации. В одном из текстов посвящаем ему велено реветь до тех пор, пока он не перестанет дышать. Доведя себя таким образом до обморока, он увидит богинь судьбы и хранителей планеты. О двух последних посвящениях известно одновременно очень много, поскольку именно от них сохранился основной массив надписей и очень мало. Это ступень солнечного вестника, гелиодрома, и отца или патера, фактические главы митроистской общины. В некоторых случаях встречается титул Патр Патрум, отец отцов, верховный глава митроистского ордена, о котором ничего не известно, кроме некоторых имен. Семь ступеней посвящения символизировали семь небес, отделяющих материальный мир от пространства, именующегося в позднеантичных философских текстах гиперураниос, пространство вне власти зодиака и сил материи, наполненное эфиром. Символом выхода за пределы материального мира были статуи Митры, рождающегося из скалы, где скала – это пещера, материальный мир, и всемогущий бог самим фактом своего рождения выходит за ее пределы. Хранителем последней границы окружающего мира было божество, которое митроистские гимны называют Леон-Токефалом, львиноголовым, он же Эон или Зурван, пугающий бог времени, сжимающий в руках ключ. Он обвит змеем. Для многих ближневосточных учений именно чудовищный змей олицетворил душу материального мира, охватывающую и связывающую мир. Сложным персонажем является Сол Инвиктус – Солнце Всепобеждающее. В определенный период именно Сол Инвиктус сделался верховным богом Римской империи. Во многих текстах эти два бога отождествляются. Например, в посвящении в Митреоме на стене Адриана Рисчик изначально начертал, что жертвенник послан в дар Митре и Солнцу Всепобеждающему, но затем по непонятной причине надпись изменил в последний момент, таким образом, что Солнце стало лишь эпитетом Митры. Но в отличие от культа, приверженцем которого считали себя императоры и верхушка империи, в Мистерии Митры редко когда посвящались люди выше по рангу, нежели Центурион. Безусловно, воинственные императоры смутных времен посвящали Митре жертвенники, чтобы снискать благодарность легионов, мечами которых эти императоры добывали престол. Но мало кто из них действительно был посвящен в таинство. Так Сол Инвиктус появляется в сюжетах о Митре, но он будто вестник от императора в солдатском лагере. Он дает поручения, поздравляет Митру с победой, даже пирует с ним, а затем удаляется на своей колеснице на небеса. В сложном мифе он гиперкосмическое солнце, солнце разума, превосходящее по яркости и силе солнце видимого мира. Именно к нему направляются души, спасенные из мира пещеры. Солнце Митры стало клониться к закату после битвы у Мулевеевого моста в 312 году н.э., когда войска императора Константина разбили армию узурпатора Максенция. Римские гарнизоны Максенция, безусловно, были митраистами, тогда как Константин провозгласил нового бога покровителем своего воинства. Победа его над войсками узурпатора была символической победой образа Христа над Митрой. Несмотря на то, что официально вплоть до эпохи Феодосия митраизм запрещен не был, рост влияния христианства и враждебные отношения церкви постепенно перерастали в серьезные стычки. Тогда как последние языческие храмы тихо ветшали, оставленные прихожанами, Митреумы разорялись и целенаправленно разрушались. Например, здесь, во французских вагезах, в городке Понс-Сарави, современный Сарребор, казна Митреума была разбросана пополу разоренного святилища христианскими монахами, монеты оставлены нетронутыми. Вероятно, тогда же были уничтожены священные писания митраизма. В итоге христианство победило. Если некоторые языческие культы в замаскированном виде продолжали существовать еще несколько веков после окончательного триумфа христианства, то митраизм вынужден был уйти в иные реальности, например, в сферу инсказаний. Так, большая часть астрологического инструментария и алхимических символов европейского средневековья связаны с таинствами Митры. Различные вещества, претерпевая изменения в алхимических лабораториях, постепенно совершенствовались от ворона к вестнику Солнца, точно так же, как совершенствовали свои души древние митраисты. Кроме того, организация митраистских общин легла в основу многочисленных тайных сообществ средневековой Европы, перенявших многие визуальные символы древнего таинства. Так, иранское божество, попав на запад, сделалось воплощением скрытых знаний и хранителем одного из самых таинственных мистериальных культов в истории религии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok